Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Открытие Дворца спорта Титоф-Арена переносится. Причина – технические неполадки. Народного избранника в Барнауле не будет. Ответ властей на желание горожан выбирать мэра. Наша редакция победила в межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь-Про». Обновленный Дворец спорта Титоф-Арена все-таки не примет первый домашний матч нового хоккейного сезона 26 сентября. Как сообщил владелец здания Михаил Дроздов, он опасается технической недоработки системы видеогола. Эта система обеспечивает видеоинформацию с двух хоккейных ворот. В случае необходимости эти записи просматривает главный судья. Поэтому первый домашний матч нового сезона в этот четверг хоккеисты «Динамо Алтай» проведут на уже знакомом льду Карандин-Арены, где они тренируются последние полгода. Новые даты открытия Титоф-Арены Михаил Дроздов назвал субботу 28 сентября. Барнаул может так и не увидеть прямых выборов и народного мэра, по крайней мере, ближайшие несколько лет. Об этом сегодня дала понять председатель городской думы Галина Буевич. Накануне она заявила, что в сегодняшних реалиях прямые выборы невозможны. Если принять закон, по которому жители Барнаула, а не депутаты, будут выбирать главу города, придется ждать, пока закон вступит в силу, затем вносить изменения в устав города и так далее. Из-за всех этих формальностей краевая столица может остаться без мэра до осени следующего года. Если же городоначальника будут выбирать только депутаты, то Барнаул узнает имя своего нового мэра не позднее февраля. Кстати, Буевич напомнил о всем, что выборы – это всегда крупные расходы для бюджета. Тем временем уже более двух тысяч горожан отдали свои подписи в знак того, что они хотят от властей прямых выборов. Сбор подписей инициировала одна из оппозиционных партий. Кстати, в этот четверг на сессии АКЗС представители сразу нескольких партий собираются поднять вопрос о возвращении всенародных выборов мэра. В ближайшие годы в центре Барнаула возможно появится отель высочайшего уровня. Один из мировых гостиничных гигантов, группа компании «Рэддисон» заявила о намерениях построить отель в центре Барнаула. С представителями бизнеса в Москве встретился губернатор Виктор Томенко. Там и было озвучено одно из возможных мест застройки – площадь Сахарова. Продолжит Илья Кочетков. 1400 плюс 1 знаменитая на весь мир гостиничная сеть «Рэддисон» может пополниться еще одним отелем, на этот раз в Барнауле. Власти уверены, гостиница международного уровня поднимет статус Барнаула в глазах иностранцев на новую высоту. В официальных источниках даже назвали место застройки пересечения Социалистического проспекта и улицы Молодежной. И это уже вызвало общественный резонанс. Указанное место занято сквером и парком. Впрочем, главный архитектор края Виктор Четошников в разговоре с нами заявил, что речь, скорее всего, идет о другом месте. Четошников также отметил, что еще весной представители Рэддисона претендовали именно на место сквера, но тогда им в планах отказали. По его мнению, под застройку могут отдать другое место, так называемые баки, что подтверждает и кадастровая карта. Мы решили спросить у барнаульцев, что они думают, если на площади появится многоэтажный отель. Я бы сохранил этот сквер и привел в порядок саму гору и парк. Для гостиницы можно подыскать более что-то подходящее. Я думаю, что гостиницу здесь ставить не нужно, потому что это же все-таки центр. И ты должен приходить в центр, посмотреть хоть какие-то виды, вон фонтаны, а ты приходишь и смотришь на гостиницу. Я вообще очень уважаю Бурнал за то, что тут нет точечной постройки. И считаю, что здесь она тоже будет неуместна. Тем более на таком месте историческом, можно сказать. Какой именно будет новая гостиница, мы пока еще наверняка не знаем, потому что итоговый проект широкой публике еще не представили. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что высотой она будет, по крайней мере, в несколько этажей. Кстати, это не единственная высотка, которая, возможно, в ближайшее время появится здесь, на Сахарова. Руководство Алтайского госуниверситета уже не первый год говорит о том, что крайне необходимо для учебного заведения построить еще один корпус на пересечении Социалистического и Димитрова. Застройщик компании «Премиум строй Алтай» от комментариев пока воздерживается. Между тем, главный архитектор края подтвердил, что ранее в переговорах Рэдисон настаивал на том, чтобы разместиться именно в этой части города. Других мест, не занятых постройками или скверами, в центре Барнаула уже попросту не осталось. Филиак Четков, Илья Халяпин. День с толком. Наша редакция стала победителем межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.Про». В номинации «Здоровье» первое место взяла Анастасия Дороган с репортажем о детской онкологии. В своем материале она рассказала, насколько остро в крае стоит эта проблема, насколько обеспечен краевой центр медикаментами и через что проходят дети и их родители на пути к ремиссии. Сейчас, конечно, я довольна тем, что я рядом с ним, что я могу как-то помочь, посмотреть за ним, что вот не плачь, сыночка, не надо. Тихо, тихо, мама здесь, мама здесь. Мы с тобой выздоровеем, конечно, я буду здоровы. В нашем эфире специальный репортаж вышел в июне. Посмотреть его можете и вы на нашем сайте и YouTube-канале. Добавим, что в этом году на конкурс предоставили почти 800 заявок от журналистов всей Сибири. Это рекордная цифра за 14 лет существования «Сибирь.Про». В России вводят акцизы на вейпы и все виды электронных сигарет. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. На сегодняшний день существует только налог на поставку одноразовых курительных изделий – 48 рублей за штуку. Теперь же налогом будут облагаться все устройства для нагревания табака и никотиносодержащих жидкостей. При этом с каждым годом акциз будет расти. К 2022 году на курительные электронные устройства налог составит уже 54 рубля, а на жидкости – 15 рублей за 1 миллилитр. Алтайская журналистка готовится к полету в космос. 35-летняя Анна Кикина прошла открытый отбор в отряд космонавтов, который проводил Роскосмос. Всего было 240 заявок. Помимо Кикиной так называемый кастинг прошли еще 7 человек. Кстати, Анна – единственная женщина на борту. Всех кандидатов проверили на физическую и психологическую подготовку. Самое интересное, что этот отбор прошел еще 7 лет назад. Все эти годы будущие космонавты готовятся к своему первому полету. Сейчас Анна Кикина вместе со всеми изучает системы корабля и станции, проходит водолазную и летную подготовку. На ее счету уже более 150 прыжков с парашютом. Точная дата полета в космос неизвестна. Назначить экипаж должны в ближайшие 2-3 года. А в пригороде Барнаула произошло необычное ДТП. В результате автомобиль оказался воткнутым в землю. По версии очевидцев, водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Каким образом он точно встал на нос – непонятно. В результате ДТП у машины сильно повреждено лобовое стекло и помяты бока. О пострадавших ничего неизвестно. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях. Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске.